Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Михаленко. И сегодня мы с вами проедемся по Крыму, посмотрим на последствия шторма. Поедем от Судака, возможно, до Алушты, по всем поселкам, которые здесь расположены, и посмотрим на все последствия, потому что ночью, в 12 часов ночи был мощнейший ветер, были огромные волны сегодня. Ну, шторм, конечно, натворил делов, и даже один мужчина, как по новостям сообщают, погиб в селе Морской, это прям рядом с Судаков. Как пишут в новостях, он вышел посмотреть на волны, и непонятно, что там случилось. Кто уже говорит, что провода на него упали, током убили, кто говорит, что его смыл, он утонул. В общем, пока подробностей нет. Ну, это, конечно, очень печальная, печальная новость, потому что, я не знаю, как это даже комментировать, в общем, мы начинаем из Судака и движемся в сторону Алушты. Погнали! Итак, друзья, находимся мы на центральном пляже города Судак. Ураган. Итак, друзья, находимся мы на центральном. Итак, друзья, находимся мы на центральном пляже города Судак. Вчера здесь тоже были огромные волны, которые прямо до набережной доставали, набережная сейчас вся в песке с пляжа но сейчас море уже утихло все шторм завершился вы посмотрите какие налеты песка вот практически до вершины набережной чтобы понимали вот здесь это метра три еще но его не должно быть метра три некоторые кафешку вот они уже разрушены которые здесь были прямо на пляже здесь было кафе марс летом она работала на зиму и полностью закрывали сейчас как мы видим здесь вот такие последствия все это разрушена все стенки техника все смыло море на что у нас еще было упал тополь в городе и на санаторий ток судак снесло крышу сейчас будем проезжать я вам покажу там я уже убирают конечно друзья ужасные последствия после этого шторма я надеюсь что все быстренько восстановят и надеюсь что больше не будет новостей что кто-то погиб после таких штормов ну вот так сейчас выглядит наш центральный пляж когда-то немного прогуляться по набережной и посмотреть что у нас там в принципе набережная я вот только зашел на нее особо не пострадала есть пару оторванных плиточек а так в принципе все целое слава богу так ну давайте пойдем в сторону вот видите люди уже с утра все убирают вот здесь были волны до точнее по самой набережной видите сколько здесь песка друзья на набережной нанесло лет вот такое количество песочка кстати сейчас покажу вам тут я видел тоже вас разломала пару кипарисов на набережной представляете какой силы был вчера здесь ветер видите друзья такой силы бы ветер минус 2 кипариса отсюда здравствуйте конечно солдатики мы вас ждем помним любим и уважаем вот шоу наши мальчики живыми остаться главное мы с вами все могу помощь возьмем из зеленограда ребята знают мариуполь в испаньола отряд инспаньола ой мы с вами ребятки только живыми возвращайтесь возвращайтесь живыми так друзья смотрите вот вырвала я тут и стою вот а это вы убирайте последствия урагана до аккуратнее аккуратный ветер был жесткий до желт а вот приехала вышка друзья вот приехал вышка сейчас будут перейти эти деревья просто тех мы делаем вот же устраняет последствия прям с корнем да это скольным братом а там вообще а там где ну смотрим нельзя ругаться на ней не не нежелательно не же и все еще общись не все нормально будет мы снимаем последствия штору снимались нет последствия жестко конечно вот это вот наша вышка приехала желай сейчас будут спиливать деревья прямо на проводку упали так друзья здесь тоже видите сорвало крышу от этих непонятно каких точек которые здесь стояли там что-то вон разрушена но в принципе набережная относительно целая что скажете что я скажу что бы и не было как не бой песок деревья поломаты . вот здесь вид что на лестницу кидала идут на всю набережную кляну нужно было ночи сюда приезжать тоже и там тоже а друзья ну смотрите вон разрушенная но это все такие сарайчики их разрушила нечего было прям в море их строить на пляже так там что-то машины стоят нужно туда сходить мы решили пройтись по набережной до аквапарка друзья и показать что здесь происходит вот так сейчас на набережной но коммунальные службы я думаю что это все приберут естественно рекламные щиты он повалило короче ураган наделал делов а это при том что судака еще особо в новостях даже не светился как я новости он читал там малореченская что-то с набережной у них произошло серьезное да сколько людям работы теперь нужно будет сделать чтобы все это привести в порядок рекламный щит снесло видите тоже под ногами щебенка галька это все с моря и тело но деревья вот молодые выжили надеюсь что выживут их скорее все тоже водой соленой залила мы идем дальше здесь тоже видите все повырывала всю защиту на кафешке удивительно как она вообще-то стояла но волна сейчас тоже есть но уже видите небольшая так на территории друзья военного санатория тоже повалило несколько сосен вот показываю это прям у нас тут на набережной но в судаке особо таких сильных последствий как по мне нет но есть песок на набережной главная набережная цела ничего такого нет поэтому слава богу судак более менее целый остался здесь видимо была прям мощная волна потому что даже металлическое ограждение видите уже под наклоном его просто сорвало вы просто сорвало своего места ну хотя ну-ка видно было подвержено коррозии и за счет этого скорее всего ослабло и его волной смыло естественно эти все кафешки которые тут понастроили сами кафешки с целый только пол вот видите разбитый еще одно дерево на территории военного санатория тоже упала ведь она прям от силы ветра завалилась наживите немного корень из земли вырвала но уже практически его попилили разрубили все убирают все ликвидируют все последствия так друзья ресторан ривьера тоже как видите такие последствия но все что было возле моря все это естественно по сносило так здесь выглядит пляж каких-то досках в пенопласте весь гора кстати идет снег мы сейчас через горы поедем посмотрим еще на снегопад так ну и мы уже добрались получается до колхозного пляжа сейчас посмотрим что у нас здесь на пляже спустились на колхозный пляж здесь тоже электричество то надеюсь нет но лучше не ходить в общем здесь какое-то оборудование было на зиму у него спрятана да все это смыло жесть в общем друзья здесь была какая-то техника холодильнике все такое все это тоже видимо смыло море щитки да вот вам последствия и пошел снег мокрый снег дождем так ну что друзья мы наверное перемещаемся дальше сейчас поедем в сторону морского посмотрим на обстановку там там скорее всего обвалы если их еще не расчистили но все буду воздержать в курсе все погнали все таки в принципе последствия такие ну как сказать последствия есть но не такие серьезные как в других допустим городах тоже евпатория взять там даже подтопила дома что люди ночью на крышу аж залазили там конечно вообще жестко было очень жаль людей которые вот так лишились можно сказать своего жилья тем более еще холодное время года в общем надеюсь им помогут администрация крыма погнали дальше так морском нужно будет остановиться так да здесь конечно разрушила вот этот участок заграждение какое-то было да друзья не жестко разрушила дорогу это с этой стороны которая вода ничего себе есть новую дорогу друзья но только что сами видели проезжали дорогу это была дорога судак морское и и там вообще реально практически смыло все ограждение сейчас я вам вот покажу там просто закрыли вход на туда на тот участок дороги не пройти но здесь конечно последствия прям такие колоссальные сейчас дойдем докуда это возможно да видели ограждение на другой стороне лежала вот это вот железная его просто оторвало вот это здесь конечно реально был мощный шторм вот все обрушилась ё-моё вот это и кстати тоже плиты под наклоном поэтому возможно еще обрушение будут потому что грунт сырой пропитан водой надеюсь что такого уже не произойдет но конечно я даже не знаю что здесь сказать вот смотрите последствия этого дикого урагана в крыму так ну давайте дойдем до самого моста тут еще памятник сою должен стоять гитара на месте ли она вообще или нет я ее не вижу друзья а ее смыло реально а нет не смыло вон она стоит я же испугался она немного дальше сейчас спустимся к ней если это возможно да здесь уже что творилось так а здесь мы наверно не спустимся под этот мост мне но у мост сам цел на стена цоя свой шив так ну а туда на скорее всего не пропустит потому что видите дежурят спасатели пропускают машины чтобы не дай бог сейчас ничего там не обрушилась на том участке дороги но волна уже практически остановилась стало меньше даже не знаю как все это комментирует для ужас так ну давайте покажу с этой стороны вот она памятник группу группы кино здесь стоит такая гитара с ней ничего не случилось ну и как видим волны были вот аж вот здесь все так друзья пропустили нас быстренько сказали посмотрите какие разрушения здесь понесла дорога и даже идти страшно не дай бог она под тобой обвалится вот тут сбоку я да вот этих красных сейчас конструкции дойду и быстро обратно потому что здесь максимальное разрушение произошло но это прям где не знаю какая здесь мощь должна быть чтобы погнула железные вот эти вот штуки перила так сказать вот друзья что здесь происходит сейчас с дорогой видите это при том что здесь бетон который должен защищать от штормов и все это время он всегда защищал но сейчас дорога выглядит вот так вот участок около 150 метров нужно будет конечно все это делать да работа здесь не на один я думаю месяц ух е-мое ну все посмотрели пойдемте обратно жесть конечно и обрушение плиты бетон все попадала сюда да да сейчас зайдем на набережную села морское и отправимся друзья уже с вами дальше малореченская заедем в рыбачье заедем здесь конечно прям серьезно пострадала дорога представляете какая здесь волна должна была быть вот кипарисы сломанные лежат ладно мы с вами перемещаемся дальше посмотрим что у нас там происходит какие последствия еще вот этого урагана в крыму жир жир спустился на набережную в село морское друзья вот так она сейчас выглядит видите прям металлические листы все погнуло волна здесь вообще все выбило в общем в общем ужас что творится ладно поехали дальше малореченская еще заедем в рыбачье еще заедем по пути так быстренько это я вам показываю потому что торопимся нужно все объехать успеть показать но последствия думаю видны ужас такой шторм был сегодня в крыму так друзья выезжаем уже из морского здесь тоже крышу снесу или что это вообще непонятно да крыша вон он шифер снег идет уже на вы крышу делает вон шифер привезли так ну мы дальше едем всего какой там рыбачье по пути у нас заедем и туда и и и и и Продолжение следует... Ну что, друзья, добрались мы до поселка Малореченская. Здесь тоже пострадала набережная. Какие-то буи прибило к берегу, люди все это достают. Ну, в общем, давайте пройдемся по всей набережной. Посмотрим, что здесь вообще происходит. Такой быстренький репортаж будет у нас тоже отсюда. Ну, конечно, последствия прям серьезные и здесь на набережной. Видите? И лодку какую-то вымола. Здесь на набережной вообще смотрите, что творится. В общем, давайте просто пройду. Комментировать, наверное, ничего не буду. Сами посмотрите. Молча. Потому что тут не покомментируешь. Такая у нас сегодня быстрая репортажная съемка. Ну, это просто жесть, что я могу сказать. Вот так сейчас все это выглядит. Здесь тоже были сильные удары волны. Весь песок буквально занесло на набережную. Какие-то дрова, ветки. Некоторые люди собирают, увозят дровишки домой. Здесь, конечно, прям реально жестко. Видите? Шторм натворил, конечно, делов здесь. Ну, это только получается здесь в конце набережной. Там набережная в начале более-менее возле причала целая. Здрасте. Здрасте. Смотрите, друзья, один буй. Не знаю, будет вам видно. Вон он в море стоит. Линия фарватера, как он называется там обычно. Там два буя должно стоять. Смотрите, один там. Один буй снесло. Сейчас покажу, где он находится. Да, его штормом выкинуло. Ай, ветер холодный. Снежок срывается с дождем. Ну, а здесь, видите, уже часть набережной от песка очистили полностью. И смотрите, где второй буй. Это штормом туда буй занесло? Да, там буй вот на моего ночи. Это с мавореченства. Вот так вот. Ничего себе. А как его сюда могло занести, блин? Волны. Там волны аж до туда были? Это он трубу там обозначал, да, и вот он тут оказался. Ничего себе. Это ж ты местный блогер, да? Да, да, да. Блин, я стою смотрю вон. Я стою, ты, 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 ты. Я, 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 фоткаться. Да, давайте. А вы сами местные, да? Я не фоткаться, у нас ничего. Вечером были здесь или нет? Нет, в Салуж-то. А, Салуж-то. Валуж-то что-то на набережной? Нормально были у меня? Я так себе рабочку подзасыпала. Есть? Спасибо большое. Пожалуйста. Давайте, счастливо. Так, друзья, ну вы поняли, вон буй куда унесло. Просто тут... Я спотно, значит, что ординаты. Просто, чтобы вы понимали, здесь со всех сторон видите гостиницы. Не знаю, как его туда могло закинуть через вот этот весь мостик, через эти все конструкции. Просто в голове не укладывается. Он еще такой огромный. В море, когда смотришь, они выглядят поменьше намного. Так, интересно, туда к нему пройти можно или нет? Сейчас дойду, докуда можно. Это, представляете, какая была волна, докуда она доходила, что этот буй... Так, ну там ближе, нам уже не добраться к нему. Вот он где. Куда его вынесло от моря. Ё-моё. Ладно, поехали. Друзья, в Рыбачьем там закрыли дорогу сейчас. Мы его проехали. Нам сказали, через село нужно было объезжать, там по реке. Сейчас на обратке будем возвращаться, заедем, посмотрим. Нам сказали, крышу снесло и провода валяются. Поэтому машины сейчас туда не пускают. Только вокруг объезжать, через поселок. Не по центральной дороге. Да. Последствия, конечно, печальные. Ну, видите, сейчас идет такая уборка. Здравствуйте. Так, ну... Вот центральная набережная, в принципе, вся здесь целая. Только вот этот участок в конце, конечно, он там пострадал. Там и балясины сбило. Но здесь более-менее нормально. Так. Мокрый снег. Ну, здесь шторм. Он и был в аварийном состоянии. Так и остался. Пляжик тоже немного смыло. Остались камни. Песочек все унесло отсюда. Ну, кстати, вот деревья здесь не пострадали особо. Видите, все целое. Ага, вот еще балясины, где смыло их. Скорее всего, уже убрали. Вот, друзья. Здесь я тоже помню, летом они точно были на вот этом месте. Балясины. Сейчас их... Нет, вот только кусочки остались от них. Вот так, друзья. Бывает и такое море штормовое. Настоящий такой шторм получается. Так, ну что, наверное, будем возвращаться в Рыбачку. Сейчас по пути обратно заедем. Посмотрим, что там. И на этом будем завершать репортаж. Может, еще в Приветное заедем, кстати. Привет, нам там тоже такой берег непонятный. Сейчас пойдем посмотрим. Так, все. Дальше уже не поеду. Там уже другие блогеры Алу, что Ялту покажут, что у них там. Я так, можно сказать, недалеко от дома сегодня проехался. Посмотреть на последствия. Ладно, едем в Рыбачку. Так, ну что, мы переместились на пляж села Рыбачье. Пляж стал, друзья, намного больше, мне кажется, чем был. Смотрите на его ширину. Ну и сейчас немного пройдемся, посмотрим на последствия. Здесь, конечно, здание подмыло. Смотрите, как под фундамент аж. Вон, похоже, то ли стена обрушилась, то ли что. О, ё-моё, друзья. Здесь здание вообще треснуло все. Оно может и обвалиться в любой момент. Вы видите вообще, что происходит? Да, море подмыло фундамент. И по зданию пошли вот такие трещины. Ё-моё. А здесь вообще вот стена почти выпала. Жесть. Вот это да. Здесь реально ходить даже опасно теперь после этого здания. Потому что в любой момент, в любую секунду все это может обрушиться. Ох, ё-моё. Сейчас я вам покажу. Здесь, хай, там номера были или что-то? Я там вижу просто кровати. Еще что, диваны какие-то. Так, давайте быстренько сюда залезем. Вот здесь прям пострадала набережная-то, выход на море. И вот это здание, друзья, посмотрите. Вот это да. Шторм, конечно, здесь тоже натворил делов. И это здание тоже. Или что это? А нет, это причал с какой-то летней кафешкой наверху. Смотрите, здесь тоже стена просто отошла. Вот она, трещина пошла. Но здесь, видимо, грунт подмыло, фундамент. И все это, и все это вот рушится вот так. Так, ну сейчас нужно быть максимально осторожным, потому что и обрушиться могут. И провода какие-то висят. Под электричеством может все быть. Да, вот это, конечно, жесть. Так, ну что, я предлагаю нам еще и дальше пройтись, посмотреть, что вообще здесь было. Ух, я чуть не упал. Так, друзья, лежат тоже какие-то куча проводов. Страшно подходить к ним. Так, ну пойдемте по пляжу пройдемся, наверное, до конца. Какие-то трубы на пляже. Кто-то с металлоискателем ходит, ищет золото. Конечно, шторм натворил тут делов. Смотрите, друзья, тут шторм подмыл еще одно здание, но просто на каких-то штуках, можно сказать, висит. Видите? На таком фундаменте. Там, судя по всему, пол сломался, а вон там все лежит, что было в здании. Тоже какие-то... Чуть не намок. Ну, короче, здесь реально прям серьезные последствия. Так, как нам дальше пройти теперь? Ё-моё! Здесь, похоже, промолк. Блин, здесь сейчас страшно ходить так, под этими зданиями теперь. Пороче, здесь теперь нужно, по идее, все это сносить, потому что прям максимально небезопасно. Видите, шторм все разрушил, что здесь было. Ну, а с другой стороны, многие сейчас в комментариях напишут, что застройка у моря. Реально же, она прям в море находится, эта застройка. И вот такие последствия потом несут такие застройки, друзья, которые в море все строят. Вот, короче, каждое здание пострадало. Это что за труба? Да, рыбачьему тоже досталось тут, серьезно. Вода, конечно, все достает. Так, друзья, ну не знаю, как дальше нам пройти, потому что здесь, сами видите, какие последствия изданий там могут в любой момент вот так в эту сторону рухнуть. Конечно, жесть. Что здесь сказать еще? Так, ну ладно, давайте немного еще пройдемся. Видите, все подмыто, весь фундамент. Стены просто, я не знаю, на чем они держатся, висят, видите? Нижний слой, это фундамент так сел, похоже. На такой уровень опустился. На полметра где-то. Ох, е-мое, что здесь происходит? Здесь вообще страшно стоять под этим зданием. Вот это сила моря была, вот это ураган. Я не знаю, теперь, что делать, что людям делать, конечно. Здесь уже восстановление не подлежит, я думаю. Жесть. А там на дороге что, почему не пропускают? Не знаете? На дороге там что дальше, почему не пропускают? Вообще. Да, друзья, вот тут, похоже, были какие-то номера, я так призываю, где ту рулетом сдавались. Ну, это жесть. Вот поселок Рыбачий, мне кажется, пострадал максимально сильно. Жаль, до Утеса не доехали, неизвестно, что в Утесе. Потому что там, наверное, тоже гостиница там досталась. Ну, мы завтра едем на Айпеды, друзья, в Утеса обязательно заедем. Покажу вам, что в Утесе происходит. Так, ну тут прямо под этим зданием вообще даже стоять страшно. Потому что это же реально в любой момент может обрушиться. Видите, тут тоже фундамент висит. Здание все в трещинах. Так, я хочу быстрее пройти, отойти от него. И подняться на трассу, посмотреть, что там, почему дорогу закрыли. Ну, как нам сказали, друзья, там крыша с какого-то дома, то ли с гостиницы слетела. Оборвала проводку, там и провода на земле, и крыша. И, короче, сейчас там все расчищают. Но здание просносило прям. Это были ступеньки к морю. Тоже, видите, все... Ага, вот, друзья, вот это электричество. Вот этот столб лежит с проводами. Видите? Так, нам бы подняться наверх куда-то. Ладно, давайте дойдем до моста. Посмотрим, что в районе моста. А кто-то вон ходит с металлоискателем и ищет находки после шторма. Да, здесь тоже все разбило. Вот это пылеволны. А те же номера, они тоже не пустые были, скорее всего. Там телевизоры, тумбы, все это в море улетело. А здесь, друзья, песочку прям нагнало сюда, в эту часть. Посмотрите, потому что практически до вершины моста все засыпано песком. А вот тут река протекает. Сейчас посмотрим. Здесь дорога хотя бы не пострадала, как в морском. Здесь дорога вроде бы целая вся. Вот эта река бежит. Хотя тоже какие-то куски каких-то кирпичей сюда вымыло. Непонятно, шокоблока. Вот этот слой, это все, чтобы вы понимали, нанесло штормом также. Так. Пойдемся на эту сторону, глянем. Шезлонги аж вон там где-то валяются. Представляете, куда волны доходили. Жесть. Жесть. Так, ну сейчас постараемся как-то выбраться еще наверх, на дорогу. Посмотреть, что на дороге у нас там. Так, друзья, поднялись на, ну, главную дорогу, которая ведет рыбачья луж-то. Вот такие здесь тоже, видите, разрушения. И там с кафешки крышу снесло на соседнюю гостиницу. Из-за этого произошла обрывка вот этих всех проводов. Сейчас подойду поближе, я вам покажу, что там случилось. Так, друзья, дошли до этого места. Вот, видите, здание, на нем была крыша. Ее просто ветром сдуло вот на соседнюю, на соседнее здание. Жесть, конечно. Столбы, видите, поломало, проводка вся эта висит. Конечно, последствия прям ужасные. Жесть, я вообще такой первый раз вижу. Просто трэш. Давайте пройдемся в ту часть набережной, в ту часть пляжей. Вот здесь, друзья, конечно. Ох, ёх. Тебе так будет? Ну, понятно, понятно. Хорошо. Вот это да. Просто аж с того дома крышу перекинуло на этот дом. Так, а что дальше? Там у нас на пляжах, но там вроде бы все спокойно дальше. Да, друзья, там спокойно. Да, поселку, видите, тоже рыбачьему, морскому. Малоречке прям очень сильно досталось после шторма. Я же говорю, судак не так сильно пострадал. Но хотя в судаке тоже, в санаторий, только судак, крышу вот так же снесло, только на землю. Мы проезжали, ее уже убрали практически. Да. Представляете, людям какое горе. Теперь все это восстанавливать нужно. Ну что, друзья, на этом буду завершать свой репортаж. Надеюсь, что вы пережили эту ночь спокойно, что вы, ваши родные, все целые, все здоровые. Отдельно хочу сказать огромное спасибо службам, которые устраняют последствия урагана в Крыму. Вы большие молодцы. Ну, я с вами буду прощаться. Если хотите быть в курсе новостей из Крыма, то подпишитесь на канал. Мы завтра уже едем в горы снимать для вас природу Крыма. Ну, и как-то так, друзья. Все, с вами был я, Александр Михаленко. Встречаемся в новом видеоролике уже завтра. Всем пока. Пока.